Это снова программа «Окно в бизнесе». Я напоминаю, у нас в гостях Анжела Павлова, руководитель Центра обучения игры на фортепиано PianoWell. Мы говорили про учеников. Каких же все-таки добились уже успехов ваши, так сказать, подопечные? Да, ну вот, естественно, никто пока таких формальных грамот не получал, но, в принципе, все, кто проходили курс, они сами были очень довольны. Я сама была очень довольна, потому что они выходили совсем на другой уровень исполнительства. И это были и студенты консерватории, это были и просто дети, профессионально занимающиеся. И даже те, кто учился на заочном курсе и самостоятельно. То есть даже учат человек, проходит курс самостоятельно, а потом просто ко мне приходит, допустим, после базового курса, чтобы переходить на продвинутый и точно знает, что он все правильно делает. И такое отчетное занятие проводит. И я сначала, понимаете, я знаю, что, да, это помогает, и сто процентов, да, знаешь. Но когда ты действительно видишь результат, вот, материализацию того, что ты знаешь, это все равно даже удивляет. Хоть ты знаешь, что должно быть так. Это удивляет и очень подпитывает. И когда вот ко мне приходят такие ученики, которые даже самостоятельно добиваются на сто процентов результата хорошего, это очень окрыляет. Да, действительно. Да. Вот классическая музыка, с вашей точки зрения, насколько может быть интересно в плане денег? Насколько можно зарабатывать деньги, играя классическую музыку? Очень много. Очень. Очень много денег? Конечно. Если ты играешь очень хорошо, ты можешь зарабатывать очень много денег. Вы понимаете, нужно быть первым во всем. И тогда ты будешь получать много денег. Вот даже ведущих огромное количество. Но какой-нибудь самый лучший, который знает и занимается этим очень профессионально, и который действительно очень любит свою профессию, его постоянно совершенствовать и т.д. и т.п. Он лучше, и он будет зарабатывать больше денег. Не самом деле. Это любит профессию. Поэтому если ты играешь хорошо, ты на всех конкурсах первый, тебе устраивают гастроли, тебя узнают, концерты, и тебе даже повалят ученики. Вот, кстати, Анжела, у меня такой вопрос. Вы учитесь в консерватории? Да. А как ваши преподаватели относятся к тому, что вы тоже, в общем-то, практикуете преподавательскую практику? Преподаете тоже. И причем преподаете по собственной самостоятельно разработанной методике? И ревновать пить должны, нет? Ну, никто не против. А вы с ними как-то вот обсуждали, вы приходили к своему... Нет, я ни с кем это не обсуждала. То есть это как бы... То есть если они узнали... Это не тайна, просто речь... Ну, все было как-то не кстати. Когда приходишь к педагогу, ты все-таки приходишь за тем, чтобы у него знания получить какие-то. Может быть, есть какой-то опыт вашего педагога, который можно привнести в вашу методику? Так нет. Вообще вся моя система, она строится на том, что я узнала у педагогов и что вычитала в книге. Но я как бы ничего нового не даю, но в то же время все новое. То есть он говорит какую-то обычную фразу, но в моей голове она начинает сразу расцветать, и я начинаю все глубже-глубже проникать, и думать, так, значит, это вот так. То есть он может даже не задумываться. То есть вы интерпретируете свой опыт, превращая это в образовательную систему. Систему, да, на совсем другом уровне, чем, допустим, занимается педагог. Это не так, что я ушла куда-то в себя, закрыв все двери, что-то там в своем соку варюсь. Нет, это везде-везде информация, которая собирается, и в совсем другом качестве она выдается. А вот мы говорим о классических произведениях, а вообще какие произведения вы в качестве репертуара для обучения своих учеников выбираете? Только классические, или это может быть даже что-то из современной, из той же самой поп-музыки, рок-музыки? В первую очередь, это должна быть легкая пьеса, легкое произведение, пульки. Потому что, как бы, на них проходят все достаточно сложные вещи. Как я говорила, должен сначала все представить, чтобы сыграть. Поэтому, все, что касается более сложной ритмовки, более сложных знаков, что есть, допустим, в джазе, в каких-то, в какой-то эстрадной музыке, такой, аранжированной, это все пока отодвигается, потому что на этом было бы очень сложно проходить систему. Но, естественно, потом это можно включить в свой репертуар.